Я уже делал сборку с E5 2640, где я поставил ему в пару GTX 680. К сожалению, это был явный батлнек со стороны видеокарты. Но в этом видео я не буду ограничивать нашего монстра и поставлю ему гораздо более мощную видеокарту. Давайте посмотрим, на что он способен, если не ограничивать его видеокартой. Данный ПК призван тянуть новинки в Full HD разрешения на высоких настройках. Если видео вам понравилось, вы можете подписаться и поставить лайк. Это сильно поможет в развитии канала. Блок питания у нас сверхмощный. Модель WIC 1650 на 1650 Ватт с эффективностью 90+. Но вы не ищите такой блок питания. Вам хватит хорошего блока питания на 500-550 Ватт. SSD накопитель на 120 ГБ от компании Goodram модель CL100. Простой SSD с TLC памятью для Windows и пары легких игр. HDD диск на 500 ГБ для тяжелых игр и файлов от компании Seagate. Простой и надежный диск. Материнская плата. И я уже делал, а не видео. Это материнская плата на Socket 2011. Имеет двухканальный режим работы памяти. Хоть и 4 разъема под оперативную память. В остальном у нас все стандартное. Радиатор на мосфетах 7 фаз, неплохая температура. Удобное расположение разъемов питания. Стандартный BIOS, который не разгоняет память с коробки. Также SATA 3 разъем USB 3.0. Простая материнская плата для платформы X79. К сожалению, данная плата не позволяет разогнать память даже на номинальные значения. До 1600 МГц с нашим процессором. Четыре планки оперативной памяти. На 4 ГБ каждая в сумме 16 ГБ. На частоте 1600 МГц от LinkShu. Это ETC-REC оперативная память, которая отлично работает и может гнаться. Работать она будет на частоте 1333 МГц. Из-за странных особенностей материнской платы. Процессор у нас E5-2640 первой версии. Имеет 6 ядер 12 потоков. Частоту 2,5 ГГц и в бусте 3,0. Буст по всем ядрам 2,8 МГц. Объем кэша 15 МБ. И ТДП всего 95 Вт. Процессор подходит для игр, будь то современные или легкие онлайн игры. Также подходит для профессиональных программ. В целом, за свою цену, это неплохой CPU. Охлаждать его будет башенка, которая совсем тут не обязательно. Так как процессор не сильно горячий. Имеет 6 теплотрубок и RGB кулер. К сожалению, работающий на одной скорости. Ссылочка на него и остальные комплектующие я оставлю в описании. Последний элемент нашей сборки. Это NVIDIA GeForce GTX 1070 от Gallardo. Имеет 8 ГБ видеопамяти. Отлично разогнана завода. Система охлаждения справляется без проблем. Данной видеокарты сейчас без проблем. Ухватит для тяжелых игр Full HD разрешения на ультра настройках. У меня же было видео о этой карте. Считаю, что если найти ее по хорошей цене, то это очень хороший вариант для игр. Разгонять ее я не буду. Частота будет заводская. Для записи видео я буду использовать карты видеозахвата, чтобы не было никакого влияния на FPS и никакой нагрузки на нашу систему. Все полезные ссылочки я, как всегда, оставлю для вас в описании. Ну что ж, начнем с игры Fortnite, которая не очень требовательна, да и настройки у меня средние, так как на них играют чаще всего. Новые погодные условия сильно уменьшают FPS, но проблем с игрой я не наблюдаю. Видеокарта у нас отдыхает, да и процессор не перегружен. Геймплей также проблем и вопросов не вызывает. В среднем 140 и минимум 97 кадров, чего хватает для такой игры. Вторая игра на тесте это Apex Legends. Настройки также средние, низкие. На них я сам играю и многие другие игроки. Взял локацию с высокими зданиями, тут система также не перегружена. Фреймтайм выглядит хорошо, отзывчивость прекрасная, но FPS у нас также играбельный. 95 кадров в минимум и 113 кадров в среднем, что также я считаю очень играбельно. Следующая игра на тесте это GTA V. Настройки очень высокие, Full HD разрешение, и тут вроде как процессор игра умеет нагружать, но более чем на 50% он не нагружался. Видеокарта также отдыхала, и тут все уперлось в память. Минимум 57 кадров и в среднем 71. Игра идет очень гладко и без каких-либо проблем. Для такого типа игры я считаю FPS охватает. Игра, которая умеет грузить хорошо всю систему. Battlefield V в онлайн режиме. Настройки средние DirectX 11, так как на DirectX 12 до сих пор какие-то непонятные лаги. И ей это до сих пор не пофиксили. Тут все вроде очень даже нормально, но иногда проскакивают пики на графике кадров. Странно, но в игре подвисаний никаких нет. И вот тут процессор нагружен на 80%. Видеокарта примерно так же. В результате у нас 84 кадра минимум и в среднем 97 кадров. Чего для комфортного геймплея хватает. Следующая игра на тесте, это игра 2019 года Outer Worlds с настройки Ultra DirectX 11. И вот тут я уже увидел 99% загрузку видеокарты. Что это дает, я не знаю, но кому-то это очень важно. Процессор 50% нагружен максимум. График кадров не идеально ровный, но время кадра выглядит хорошо. Отзывчивость в игре также хорошая. Имеется микростаттеры очень изредка, но только в моменты подгрузки локации. Минимум 63 кадра и 74 в среднем. Хотя график порой странный. Играть при этом можно, да и пройти игру так можно будет. Последняя игра на тесте, это Metro Isход. Настройки высокие, Full HD разрешение, DirectX 11. Вот тут система нагружена у нас очень хорошо. При этом график кадров и время кадра хорошие. Только в моменты взрывов есть фики. Но игра не подвисает. Минимум у нас 59 и 88 кадров в среднем. Что очень даже играбельно. В других локациях можно выжать еще больше кадров. Геймплей довольно ровный и отзывчивый. В Metro на высоких поиграть можно будет. Давайте подведем итоги о сборке. Ничего плохого я тут не вижу. Упор у нас в подсистему памяти. Ну как бы да, и это плохо. Жаль плата не умеет разгонять память. И работать с памятью в номинальном значении. Сама выставляя максимальную частоту при этом, с которой официально работает процессор. В остальном же работает ли данная связка, конечно работает. Я вообще не понимаю, зачем вам загрузка видеокарты в 100%. Зайдите в Ведьмака, поставьте все на ультра и 4К разрешение. И у вас i3 540 раскроет GTX 1080. Спасибо всем за просмотр данного видео. Я надеюсь оно как минимум было вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Это сильно поможет в развитии канала. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok